друзья таким сдохом всем привет сегодня 9 августа мы выезжаем азалий с гостиниц сейчас мы съездим до речного порта так съездим до речного порта там прогуляемся дальше указание до заправки газпром нефть отошел ну и дальше выезжаем в булгар собственно азалия на московской 11 находится вполне нормально гостиниц только местом нет 9 августа заранее надо записываться и чё тебе казань понравилось ау да что остаемся машине на самом деле блин я такой типа вот за пару дней проедем все мы не успели конечно проект дня три наверно до минимум не торопясь то есть один день приехал отдыхаешь тупо гостиниц потом следующий дней гуляешь вчера пошли на свой 26000 шагов мозоль на ноге вот ну ладно погнали у нас 7 утра он попросить сказал доедем булгар по булгару это маленькая обычный город красивый и плюс этот древний где раскопки проводят вот в это время классно показаний хоть и рабочий день сейчас пустенько родителям огромный привет когда приедут уже говорим скажу не до любом и партельник он скоро выезжает тоже в Казань но он не блогер снимает кстати жд вокзал как-то мы на поезде сюда ездили но что-то сих пор не хочется больше Казань 1 Казань 1 маленькие трамвайки катаются да да плачет окольными путями у нас алиса право переставить речной зал спасибо чего готова гулять с утра пораньше и все что там кораблик и тут загорожен сюда как-то это маленький совсем но мы на машине был габаре машину бросать блин а мне что-то казалось речной порт больше или я в самаре уже путаю утром как хорошо еще не жарко солнце уже печально ну он тоже поливает погнали вот тут лишних чудо для прогулок видимо так ладно едем на заправку газпром потом полгару приезжаем за 10 литров 25 это у нас похудит Уже какой-то окрайний подъем, я могу сказать. В район уже заехали. Непонятно, не такое. Навиганцы ходят. Уже, блин, какого? Да много уже встретили. За эти дни. Видимо, студенты по обмену что-то приезжают. В промнефть у них где-то на отшибе, в промышленной зоне. Едем еще 2 километра. Но это в сторону выезда города, правда, не совсем по городу. Ну, цельно. Ох, ох, ох. Заводы, кварталы, район кварталы, заводы, горталы. Ну, так севиден, все выглядит по краю. Хорошо. Какой-то копа он нас загоняет, если честно. Тут асфальт. Машину перестроен. Е-мое. Сюда машин даже поворачивает. Газпром не все куда, они спрятали. Как тут узенька. Е-мое. Как у нас идет, это жесть. Ура, Газпром. Правда, какой-то маленький. 95-й. 95-й. Все, машинку накормили. Что мне говорит, налево. А, на тебя развернись. Булгар забили. 184 километра за него. Булгар забили. Булгар забили. Булгар забили. Вот ты меня поправляешь сама, не зная того. Есть болгар, есть булгар. Булгар? Ну, есть, да. Да. Вот сейчас я тебя в учительскую отвезу. Ну, видишь, улицу училизка справа. Ай-яй-яй-яй. 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. 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 Приятный. Можно сказать. Так, где-то налево. Поворачивать скоро. Хорошо. Идём по карте, видимо, честные сажали. Плостойненький. Ну, кстати, нет такого запаха противного, как в Чудовинске. Пока что. Да, большая заводская зона. Так, что нам куда-то на мост. Или надо успеть в эту пробоку ехать? Здесь успеваем. Потому что мы как раз заводской зоны... А, ну хотя пробка должна в сторону заводской зоны, наверное, сейчас быть. Все, все на работу едут. Точно, точно. Вон, метро у них есть. Ну что, влядыве все много чего едут. А что-то все в дымке, да, какой-то? Реально. У нас здесь категорорка тоже влезет в дымку. Влезет в сухар. А что, горит лес? Не знаю. Это жилую зону въезжаем. Ну, реально в дымке в какой-то все. Туману быть не может, только погода. Поэтому это дым. 702 он. Веста-кросс. Регион. Ладно, хоть городу маленькое посмотрим. Так, жилого. Там домики-то симпатичные. Через 600 метров на светофоре вы верните направо в Оренбургский проезд. Да, конечно. Да, конечно, леса. Мы так и сделаем. А, Оренбургский проезд. Ну да, она нужна в сторону Оренбурга. Получается. Хорошо, когда можно, видишь, с самим собой поговорить. Выказание на трассу. Я так понял, трасса до Оренбурга. Собственно, до этого города 710 километров отсюда. Но мы слирнем с него. Сначала на Болгар. Потом до Ульяновска доедем. Я думаю, в Пауляновску проедемся. И потом уже в Тольятти. Там замок Гарибальди посещаем. Нам сказали, там много чего изменилось. Поэтому посмотрим. В том году, когда мы были там холм Дайми, или что-то закрыто было, короче. Посмотрим. Заедем. Ну и в этом Самара. Я думаю, мы в машину загоним на пивоной завод. Там будем ночевать и пить дело. Да? Нет, я не знаю. А, тебе надо винный завод. Точно. Тем более, на мне нельзя пиво. Ну, немножко можно, наверное. Сокуро приезжаем. Всем привет отсюда. Одним из вариантов объезда является маршрут езд в верхнюю дорогу. Что-то по рации тут говорят, что это объезд. Типа гаичники уступают по разу. Типа гаичники уступают по телефону. 530. Тресно-садовый магазин. Биосфера идет как-то достопримечательно. Вообще. Тоже все раскопано. Когда стройка идет, где-то может большую дорогу будет строить. Прекрасно. Прекрасно. Ну да, наверх дорога. Что еще там? Смотрим, что там за достопримечательность. Скорость надо сбавить. Извините, сограждане сзади. Великий Болгар прямо. Бывейший исторический центр. Все это нам интересно. Впереди камера на 50. Понятно. Знать бы, что это такое. Картиночку бы хотя бы. Конечно, посмотреть, но может, поворот проедет. Люди, смотрю, заповорачиваешь. А, Штанцком, я до него. Прилично. Лаишево. Пляж Камское море? Угу. Что еще есть? До недавнего времени Лаишево было известно пляжем Камское море. Теперь в городе появилась еще одна топовая достопримечательность. Декорации поселка Соборок. Расбираем все, что может быть пригород. Так, это город устроен, отдыхает здесь одно удовольствие. Даже поездки одни днем принесет только радость. Достопримечательности. Реставрируются соборы, восстанавливаются. Пляжная зона. Камское море. Она же городская набережная. Набережная в идеальном состоянии. Продолжает развиваться. То есть набережная и... И что там еще было? Декорации, письмо, поселек. Короче, мы развернулись. О, там самолет летит какой-то. Небольшой, низко. На Лаишево едем. Что-то, да? Как-то заинтересовало нас описание. Что у нас по времени? В принципе, время есть. Посмотрим. Интересно же. Пишут хороший отдых там. А вдруг пляж понравится, как на море ходим, да? И такие, все, больше на море не едем. Ездим сюда. Тема. Посмотрим сейчас. Что еще? Жди нас. Вдруг ты крутой окажешься? Тричок. Камское море, нифига. Ладно, едем. Что-то интересное. Полезно таблички вывешивать. Там ничего не видно, что ли, горизонт пришли? Ничего себе. Ладно, едем. Аварийное видео записывается. Отстаньте с аэмовинное видео. Поверните на видео. Так, ладно, поворачиваем на видео. Прикольно. До этого моря нам недалеко. Даже от нашего. Ну, я имею даже от нашего города. Наши города. Так, Аура Цинга, агроферма Ворская. Поездить, значит, там есть, наверное, же. Довольство начало строиться. Электричество есть. Дорога, в принципе, хорошая, ровная, не широкая. Там, сельское хозяйство. Терман, наверное. Я все зачитала, что это тема про Камское море. Мы тут едем, что дорога такая. Вот как на юг едешь прям. Как будто на море едем реально. Ощущение. Вот самоунушение, что как-то. Может, так на местное наше озеро ехать, представляешь, что на море едешь. Ну, нет, правда, тут не получится. Ну, вроде близко казалось, а едем и едем. Дорога отличная. Блин, сейчас нас даже АКА мне кажется будет обгонять. 90 еду, ну, е-мое. Ну, да. Вот так вот бывает. Зато экономично. Привет всем. Отсюда. Арена. Ловичево. Недовая. Через 600 метров поверните налево на улицу Гагарина. Ну, зачем? А, типа к центру идет, да, что-то смотрю. Интересно. Что-то вкусно. Только сочетание. Творец в другом сочетании. Ничего себе. Нормально так. Оп-оп. Интересно, тут какой-то вот, больше частного сектора. И дорожки, смотрите, есть левая, и справа есть. Магазин Победы. Интересно. Пятерочка. Киночка у меня еще. Гариса тоже. А тут много магазинов разных. Так, успеваем тебя. Цветочная база салюты. Я так понимаю, тут, наверное, одна вот эта центральная. Все. Крыльевический музей даже есть. Что-то симпатичненько. А, вон Камское море уже бежит. А, нет. Показалось. А, мы на какой-то горе сейчас горечки поедем. Сбербанк, бизнес-центр, ла еще. Тут что у них? Школа искусств. Ага, школа искусств. Школа номер два. Через 600 метров на светлое. Поверните направо. А затем, давайте налево. Интересно. Фонтанчик, правда, не работает? Ох, высохла она. Сеточка. Прям под телевышечкой нормально. Ой, под сушечкой с этого света. Слушай, а мы реально куда-то вниз идем? Там что, пойти? Река должна быть? Так все уже, мы приезжаем. А, тогда это река, смотри. Только непонятно. Там дымка какая-то. Просто. Прикиньте разгону и нырнуть. Так, а чего он направо-то ведет? Что там кирпич-то? Люблю. Что-то смотрим. Нету кирпича вроде. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. О, как было бы, раз. Да, все равно. К вашему вниманию открывается Никольский собор. А вот это что такое? Тоже чуть древнее. Поверните налево. Хорошо же. Так, ой-ой-ой. Тут крючатка. Улица Ленина, распорожная историческая часть. Еще. С Пушкиным даже связано. Ой, а надо было налево, у меня буворочек. Я засмотрелся. Через 100 метров поверните налево на улице Крупской. Офигеть. Кручатка выложена. Яр шокий. Поверните налево. Можно я, наверное, не буду вас обыскать? Красиво. Момельно едете? Ну так-то тут асфальт везде. Через 200 метров поверните налево на набережную улицу Крупа. Стоянка направо показывает. Почему-то. А, ребят, царамили, людей встретили. Ребенок в садик ходит. Тебе. Привет людям. Помахачим. А, я думала, не с прицепом. Нет, не с прицепом. Короче. Они тоже в Казани. Вот это случайно увидели место. И решили все. Нифига. Смотри, баржи там в очереди стоят. Так реально тут не видно границы. Как море какое-то. Смотри, а где сам пляж, интересно? Там на даче нам надо было. Пойдем туда. Ты качельки просто увидела? Нельзя, ты пошел сюда. А, да? Пошла сюда. Ну ладно. Пойдем туда. Я пойду туда, а ты туда пойдешь. Да? Да. Это какие-то лежаки. А, это лодки сюда. Выгружают, скорее всего. Лежаки. Прикольно. Да, в шоке реально. Уехали далеко и встретились. Вот здесь нашего региона. Но, на самом деле, мы в Казани на стоянке смотрели. Как бы, когда ходишь, все равно смотришь регионы. Семьдесят четыре, девяносто шесть, сто два. Вот этих регионов прям больше всего. То есть, это наши. Блин, солнышко-то уже придавливает. А, вон пляж, да. Короче, мы с Ролиной не удержались. Уехали на море. Тут тоже жира 36 градусов капец. Короче, папе, маме привет. Маме выслали. Они, ну, как бы, они же не знают, что мы сюда приехали. Фотографию, вот то, что видите, границы нет. Вообще не видно. И вот эти вот стоят, крылья баржи. Типа, мама, мы не удержались на море, с Орелиной въехали. Они по-любому сейчас, наверное, поверят. Но что это? Ну, реально похоже на море. И брата тоже. Хотя нет. Мы не на море сейчас попробуем водичку. Водичка по-любому, наверное, теплющая. Вот видите, как отгорожено для купания. Камское море. Камское море. Слушай, ну, пляж-то цивильный. Более-менее такой смудрость. Это что, сисечки. Сисечки. Ну что, пробуем? Пробуем. Ой, какая хорошая вода. Офигеть. Она просто теплая. Заходи. Не знаю. Ну, рукой попробуй. Хочешь, тебе ногой болеет. А мне обливать? Ну, теплая. Просто теплющая вода. Вообще кайф. Это, ребят, море. Так, а может, тут и остаться? Не, в Самаре пляж круче, конечно. Но тут тоже интересно. И тут вид как на море. Поэтому, что тут скажешь? Вода вообще какая-нибудь такая прям теплая. Как говорят, там парное молоко, да? А теперь операция. Как она чистыми ногами дойти. А там что лежаки у них, смотри. Что, лежаков? Ну ладно. Оп, оп, оп. Что, погнали тогда? Погнали. В древнюю тему или что там? Помню, ничего. В лодке-то, я думаю, что машинки тогда помнишь, вчера видели? Да, вот такая же тема. Едет разоряется. Пляж, говорит, вроде все цивилинно, но не одно туалет. И действительно, кстати. Туалет негде сходить. Это, по-моему, главная проблема сейчас. Одна из проблем нашей страны. Что в Казани, да, там не было? Ну, что здесь? Такая же тема. Не, а в Казани-то что? Ну, по Бауману мы ходили. В кафешке, если только заходить. А, ну да. Двигаемся в Сибирюк, машина уже нагрелась. Вот. Нашим землякам привет на опеле огромной. Они так упаться здесь ставились. Мы что-то решили сдать шпф. Туалет, кстати, вот здесь не работает. Что-то закрыто. Ой, кондиционер ушел такой кайф. Купаться мы планируем все-таки в Самаре. Так, до Сибирюка 3,2 километра. Смотрим, что там такое. Дальше Булгар. Если опять что-нибудь по пути не встретим. Не, ну, место хорошее. Так-то интересно. Поверните налево на улице Ленина. Необычненько. На реке, как на море. Пятка прям как в Москве. Как в Екатеринбурге. Центр. Все закончилось. Ну и хорошо, что закончилось. Производственная улица. Какие-то у них помещения. Я смотрю, что прочитаем. Может написано, что они тут делают. Ферикс. Ферикс. Это что-то такое интересное. Светодиодные решения. Для торгового освещения. Для уличного освещения. Для светодиода, да? Промышленного. И так далее. Слушай, это прикольно, если они могут врачу тут делать. Надо будет Баде показать. Тут все в асфальте. Да. Такие какие-то проезжие дороги. Это все асфальтировано. С лежачими полицейскими. Надо вовнутрь не проехать. Давай я подниму, чтобы поехали. Ага. Хитро. Такой спуск тут серьезный. А, вот эти дома деревянные. Зодчество. Тим рук. А, вот он. Тим рук. Ну, что-то домики, домики, да? Да, наверное. Свой город маленький. Тут вышка смотровая. С причалом. Интересно, тут живут или чисто это уже как экспонат музейный. Туристический. Клуб. Так, объекты культурно-тавистическое развитие. Логического района Республики Татарстан. Семерюк и поддержали. Вместо съемки кинофильма под наименом Романа Гузеляхина. Зулейх открывает глаза Семерюк. Воспроизводит спецпоселение на берегу реки Ангара, где с 1930 по 1946 жила колония раскулаченных поселенцев, где разворачиваются основные действия фильма. С участием народного артиста Эрфетчел Пан Хаматовой, который сейчас уехал из страны. Вело-туристический маршрут под Державин. Казан Логического Семерюк. 66 канала. Расвещает с памятью уроженца Логического Уэзда, генерал-прокурора правительствующего Сената, министра вестиций Российской империи 802-803 годов. Поэта Гаврила Романович Державина. Разработан союзом велосипедиста Республики Татарстан. В последних столетиях образования ТАССФР. Да, ну что, ребята, кто смотрел этот фильм? Я не смотрел. Я только знаю, что Пан Хаматова из страны уехала там. Ну, она, видимо, против этой спецоперации или еще что-то. Все дирижирует на телевизоре. Правда, телевизор мы не смотрим, но все равно тут иногда слышится. Телевизор в наше время полную лажу гонит. Всякими соловьевыми, воробьевыми. Смотреть невозможно. Тихонько. Хорошо, тихонько буду падать, хорошо? Хорошо. Аккуратно. Аккуратно буду падать, ладно. Ну, пахнет зелень. Так, ножки мучить я больше не буду. Ну, вода-то, смотри, какая зелень, да? Не, зелень, говорят, полезная же. Можно лицо помазать вообще что-нибудь. Что? Микроэлементы, водоросли. Это же очень все полезно на самом-то деле. Капусту мы цветную едим. Ой, цветную. Морскую, это что же, типа такого все. Смотрите, все для фильма построено. Вот так вот, фильм сняли, все осталось. Декорациям. А этот-то, видишь, смотри, насквозь окна. Ага. То есть, это не дома. Скорее. Что, могли бы кого-нибудь пожить заселить? Да здесь дома там не для жилья. Почему, вот смотри, шторки даже есть. Ты посмотри, они все сделают. О, слушай. Там проветривается. Будь здоров. Слушай, отпускай. Что тебе? Я не хотела бы в таком коттеджике пожить. Классно же, блядь, ребята, жарко. Давид. Пульс сегодня низкий у меня. Тебе плохо, когда высокий. Когда низкий, трудно идется. Сейчас надо в гору забраться. Просто какой-то звук от него странный. От этого самолета. Самолет летит. Ребят, я кое-как дошел, у меня аж плохо стало. Ребят, жара дает, это нечто. И в гору еще идти. Хотя, вон, родина тоже тут не очень выглядит. Тоже хреново видел. Очень, очень. Блин, жара, ребят, дает вообще. Считайте, утро, 28 градусов уже. Опа. Блин, по-моему. В машинке с кондером, хотя в машинку садишься, так же жарко, пока кондер не разогрелся. Мы даже не знаем, что в магазине покупать, поесть. Вроде как бы голода как такового нету, но кушать хочется чуть-чуть. Даже колбасу неохота. Не знаю, банана неохота. Я вот думаю, может огурцы, йогурт с огурцами, но, блин, это ядерная смесь. Я бы просто йогурта воел, например. Не знаю, короче, что-то такого вроде легкого охоты, но и сытного хотя бы на время. Но это, наверное, йогурт, кефир, блин. Ладно, смотрите, в магазине посмотрим. А так вот именно прям есть. У нас еще батон хлеба с города катается. Все никак никого накормить. Вон собака. А садись, поделись налево. Был, думаешь, Боди есть такой уже рот. Не знаю, давай проверим. Нет, я попробую пару кусочков. Что-то дверь открыет. Где она? Где она? Еще нету. Как нету? А, она вон спереди закрыла дверь. Где? Вон она у водителя, смотрит на водителя. Она знаешь, куда идти. Эй, пес. Опа. И что он даже не реагирует? Ну, он не будет есть, потому что тоже жарко. Да, ладно. Что, не будешь есть? Ну, колбасы нету, пес. Нет, пошел смотреть. Так не ехать, а не ехать. Да мы тебе ничего не сделаем. Такой хороший. Ест? Да нет, не ест. Она смотрит, но идет. Он боится, скорее всего. Да, ест. Он такой впаять, взял и пошел. Скромный. Ты сейчас садом век. Кусы. Да-да, будет куда-то. Давай еще тогда. Ну, давай. Отъезжать в Талион, начал кушать. Ну, короче, будем собачек кормить хлевом рамильским. Что делать? Не выкидывает же его. Лучше уж кого-нибудь накормить. Он тарабатул надо. А, еще он тарабатул. Ну, блин. Ну, ладно, что, найдем собачку еще одну. Потом. Оп-хоп. Погнали.